С вычислительной техникой я познакомился в девятом классе. Включать этих людей в проекты – большая проблема, потому что понимаем, что его завтра могут призвать. Почему будет IT-университет в каких-то там других условиях, чем, допустим, тот же БГУИР? Ну, тоже надо ответить на этот вопрос. Говорят, что вот возникла там с образованием ПВТ, возникла индустрия. Но это все-таки не совсем так. Еще раз говорю, это какая-то реинкарнация того, что было. Советские компьютеры в большой степени это было копирование. В ту пору это целая индустрия была, разбирать старые машины. Сосравнивать опять же с той же Чехией, конечно, это мало. Конечно, это мало. Там один проект может стоить 100 миллионов евро. Там не то что льготы, да, там прямое финансирование. То есть прямое финансирование. Когда мы набирали программистов, значит, нам просто 50% зарплаты платили назад. Этот проект там три года проверяли, нервы трепали, значит, нашим ребятам. До Интерпола, значит, доходило. Работается столько, сколько надо. Ваша должность в ИБИ, что она подразумевает? Ну, SEO, как в общем-то, это и подразумевает, Chief Executive Officer. И если брать чешские, еще там специфические довольно-таки регуляции, есть такое понятие «уставной директор». Вот я еще, так сказать, по чешской номенклатуре «уставной директор». Ну, вообще это SEO. Получается работать 8 часов или больше? Ну, наверное, 8, как бы, нет, не получается, не получается. Ну, я как бы традиционный, наверное, работоголик, да, и поэтому мне работа доставляет удовольствие, а не в напряг работать и больше. То есть и 10 часов, если надо, 12 часов. Ну, это было всегда, это было и до ИБИ, в общем-то, и меня никогда не напрягало много работать. Работается столько, сколько надо. Расскажите, пожалуйста, про родителей, про детство, как росли. Достаточно стандартная, в общем-то, история. У меня отец военный, поэтому получилось, что я родился в Уссурийском крае, в Уссурийской тайге, в Сибиряк. Потом переезды и, в конце концов, Минск. В Минске я заканчивал школу, в Минске заканчивал институт, женился на Белорусске, вот, ну и до сих пор здесь и живу, в общем-то. Всегда работал в Минске, ну, за исключением тех периодов, когда работал за границей, да, родина отправляла. Ну, вот, работал в Финляндии несколько лет, в Польше, но потом и Би. А какой это был район в Минске, где вы учили в школе? Где учился, это был район, если знаете, Переспа. Это старый район. Тогда это еще был Старожевский рынок. Сейчас его уже нет. Вот, но вот с того района я пошел, или завершал школу, завершал школу и университет. Родители не хотели, чтобы вы стали военным? Нет, нет, нет. Таких разговоров не было, и, ну, как-то было видно, что желания такого нет. Никогда такого, таких мыслей даже, в общем-то, не посещал. Хотя, в принципе, тогда немножко было по-другому. Вот сейчас активно обсуждаются вот эти проблемы с призывом. Тогда в РТИ была военная кафедра. И все, кто выходил из РТИ, они, кроме того, что получали гражданскую специальность, они все выходили офицерами запаса, получая военную специальность. В частности, у меня была специальность командира радиорелейного взвода. Значит, радиорелейные связи. Поэтому в какой-то мере военные. Но еще раз говорю, продолжать в этом ключе никакого желания никогда не было. Что вы думаете, раз мы заговорили про армию, про закон про строчку, который сейчас прошел второе чтение в парламенте? Конечно, тут сейчас многие задумались, и что будет дальше, и что делать дальше. Главная даже проблема, в общем-то, не в том, что случится, когда будет осенний призыв, а в том, что и как компаниям ориентироваться в дальнейшем. Ведь все прекрасно знают, что специалистов подбирают, начиная там, уже, ну, не с младших, но со средних курсов, да. И они уже после окончания сразу в проектах. И сейчас включать этих людей в проекты, ну, большая проблема. Потому что понимаем, что его завтра могут призвать. Ты его сейчас включил в проект, проходит месяц, и он... И что делать? И что делать? Ориентироваться на этих людей, ориентироваться на... Вот раньше, кстати, было проще. В основном программисты были девушки. Вот мою бытность, ФПМ, заканчивали в основном девушки. Ну, процентов, наверное, там, на 80-90. Вот. А сейчас как раз ребята в массе своей, да. И вот это вот, это серьезная проблема. Это серьезная проблема с точки зрения переоценки поведения компаний. То есть они должны как-то сменить свои приоритеты, сменить свои, в большой степени, выстроенные процессы. Потому что, еще раз говорю, они выстроены на то, что уже на третьем курсе, на четвертом курсе уже прикидка есть, в какие проекты пойдут эти люди. И сейчас уже этот механизм, он, очевидно, будет как-то сломан. И надо будет выстраивать какой-то новый механизм, новый механизм с заказчиками, что люди будут вырваны там как-то из проекта. Или они не будут включаться в проект. То есть вот этот поиск, он сейчас идет. И мы тоже обсуждали с коллегами, как это выстраивать. Правда, до конца непонятно, во что это вылезет еще, да. Закон-то не принят. Вот. И в этом тоже есть проблема, да. Еще непонятно, как оно будет. Потом, опять же, непонятно, да, что будет на практике. Ну, закон и закон. Понятно, что столько людей в армии не нужно, да. По какому принципу, значит, будут брать? По алфавиту. Буква. П. Откройте. Значит, или еще по какому-то. Тоже непонятно. То есть какой-то занесен такой до моклов меч, да, и непонятно совершенно, значит, как он отпустится и куда. Ну, нет уже резерва, откуда этих людей можно заменить, которые уйдут в армию. Даже если их будет несколько тысяч человек, это все равно. Это уже другая проблема. Это другая проблема. Проблема, что, в принципе, нехватка специалистов, она будет усугубляться. Потому что часть специалистов, она уйдет в армию на какое-то время, да. Где-то, возможно, даже будет потеря квалификации. Хотя у нас есть примеры. Вот ребята возвращаются из армии, там, ну, в нашу компанию, да, и руководители отмечают, что они такие более собранные, значит, более организованные, да. Ну, то есть, как бы, находят даже какие-то в этой ситуации плюсы. Но еще раз говорю, в первую очередь я говорил вот о той нестабильности, которую вот это привносит. О нестабильности работы компании, стабильности работы с заказчиками. То есть, вот эта вот непредсказуемость, когда человека заберут, заберут, не заберут, да, в армию. Вы учились в Гуире. Тогда сложно было поступать? Тогда это, во-первых, называлось РТИ. Это, в Гуире, это уже, так сказать, нынешнее название. Да, в общем-то, и в те годы, те специальности, я заканчивал, тогда называлась вычислительная техника, были достаточно популярны. Были достаточно популярны, как и сейчас. Поэтому, в общем-то, наверное, одни из сложных с точки зрения поступления, специальностей, это были Гуир, ну, плюс какие-то там еще дипломаты. А помните, какой конкурс был? Ну, о, нет, конкурс я, конечно, не помню. Но, по крайней мере, это был один из таких высоких по сравнению с БПИ или с технологическим, даже с БГУ. То есть, это был достаточно высокий конкурс и достаточно высокий проходной балк. Система была другая, конечно, подсчетно, но это было так. То есть, в общем-то, как и сейчас, пойти шли, так, в общем-то, лучше. Это был осознанный выбор, пойти в эту профессию? Да, конечно. Ну, во-первых, я и школу заканчивал физико-математическую, поэтому, как бы, где-то в этом направлении. Плюс еще при Академии наук такая была еще математическая школа отдельно, которая, в общем-то, даже давала рекомендации на поступление в соответствующие вузы, в соответствующие профили. Но у меня не было сомнений, что будущая работа будет как-то связана вот с автоматикой, с вычислительной техникой, там, какие-то были варианты. Тогда очень популярна была специальная автоматизированная система управления, которая сейчас там перетрансформировалась на что-то другое. Но это был такой выбор у нас. И когда в школе учились, в общем-то, были специальные курсы, и с НИИВМ сотрудники вели у нас программирование, еще другие спецкурсы. Мы практику проходили в школе, в НИИВМ. Поэтому с вычислительной техникой я познакомился, ну, там, в девятом классе. Вот. Поэтому, в общем-то, другого даже не представлялось. А современные выпускники, они отличаются от выпускников тогда, в 70-х годах? Конечно. Конечно. Ну, во-первых, тогда была статистика, не знаю, насколько она соответствует действительности, что выпускник университета на практике может использовать только 2% полученных знаний. Значит, сейчас, конечно, процент не такой. То есть понятно, что сейчас уже ребята, они, в принципе, знают, чего они хотят. Они конкретно готовятся к какой-то работе. То есть тогда этого, в общем-то, не было. Тогда не было. Тогда уже был классический анекдот этого Райкина, да, который рассказывал, что придете, да, кончаете дедукцию, начинаете выпускать продукцию. Поэтому, конечно, становление специалиста в большой степени тогда было уже после завершения университета. Сейчас, конечно, уже совсем другая ситуация. И, в общем-то, с университета это готовые специалисты выходят, которые можно использовать в полном объеме. Ну, совершенно другая кооперация между теми же компаниями и университетами. То есть тогда тоже, в общем-то, было взаимодействие, но оно хотелось достаточно формальный характер. В общем-то, читались курсы, те, которые университет считал нужными. Сейчас очень много курсов читается, те, которые компании считают правильными. То есть другое взаимоотношение, другая система подготовки, она меняется все равно. Да, она в своей основе остается той же, да, но очень многое поменялось. И поэтому, конечно, и выпускники совершенно другие. Совершенно другие. Ну, страна была другая, надо же тоже понимать, да. И сейчас вот что такое IT-компания, да, вот давайте мы как бы так поймем. Это сообщество свободных людей. Приходит валютно свободный человек, хочет заниматься тем, что ему нравится. Тем, что ему нравится. Да, конечно, он хочет получать адекватное вознаграждение за то, что он делает, да. Но в первую очередь он хочет в себе уважения. И уважение не в смысле, что я тебя уважаю, да, а в том смысле, что инфраструктура должна быть соответствующая, вот как мы, например, здесь находимся, да. Отношения в коллективе, отношения с руководителями. И если это не склеивается, да, поскольку он человек свободный, и он не найдет это в этой компании, найдет в этой стране, да, он найдет себя в другом месте. То есть, если мы возвращаемся в 70-е годы, конечно, все было не так. То есть, все было предопределено. Ты заканчиваешь университет, ты АТ-2, значит, куда-то там на производство, там тебя определят, твои рамки, значит. Может быть, в моем случае мне немножко повезло. Почему? Потому что, несмотря на то, что заканчивал университет, я попал в такое производство, это была наладка вычислительных машин. Это фактически такой рабочий коллектив. Мы ездили по всей стране, в принципе, и за границей, да. И вот эти уже, как говорится, моменты, которые сейчас присутствуют стандартно в компаниях, вот тогда они там присутствовали. Наверное, в большей степени, чем те мои, так сказать, сокурсники, которые попали в какие-то другие организации, ну, например, в тот же там НИИВМ на разработку, да. То есть, там были достаточно большие элементы свободы и достаточно большие возможности для реализации. Я молодым специалистом, но я зарабатывал больше, чем, например, начальник цеха, в котором было там тысячу человек. То есть, я имел такую возможность. Я имел такую возможность. Но это такая немножко уникальная ситуация для Советского Союза тех времен. То есть, это была привилегия тех, кто занимался вычислительной техникой? Это была привилегия тех, кто занимался вычислительной техникой и кто, в общем-то, занимался запуском вычислительной техники на площадку. Потому что, к сожалению, те коллеги, которые занимались разработкой, это парадоксальная вещь. То есть, квалификация людей, которые запускали, в силу вот такой селекции, в том числе и по зарплате, она была выше, чем те, которые ее разрабатывают, да. Из-за этого была куча проблем. И кончилось это все тем, что просто аналазчики сами стали разрабатывать. Вначале дорабатывать, в чем я тоже активно участвовал. Дорабатывать, потом просто разрабатывать. Потому что квалификация этих специалистов, она была намного выше. Но еще раз говорю, это достаточно уникальная ситуация. Это вот такой рабочий коллектив, где все с высшим образованием. Можете себе представить такую картину. Причем это сотни людей. И все с высшим образованием. Все работают на сдельной оплате труда. Соответственно, зарабатывают. Ну, все-таки такая. А как работала сдельная оплата? Сколько заработал, столько получил. И она практически особенно ничем не ограничивалась. Почему я и говорю, что были возможности зарабатывать. Это сказал начальник цеха на уровне директора завода. Если ты заработал, значит ты заработал. Работай, зарабатывай. А в рублях это сколько? Ну, если вы еще помните советские рубли, да, ну и 500 и 700 рублей. В то время, где ставка инженера в ту пору была 100 рублей. 100-110. Вот представляете, доставка инженера 110, а мы зарабатывали по 700. И тратить было некуда. То есть, чем больше машин наладишь, поставишь, тем больше. Да, да, да. А как тратили? Ну, вот это была проблема, да. Да никуда и не тратили особенно. Куда там потратить особенно было некуда. Другая сторона, я говорю. Машину получилось купить? Да, машину получилось купить с помощью родителей. Потому что там сложная была система. Так просто купить было нельзя, конечно. Чтобы пойти в магазин и купить, нет, конечно, нет. На все надо было, так сказать, специальные процедуры. Но за руль, да, я сел достаточно рано. Ну, опять же, так получилось. Но в основном, конечно, финансовые возможности были за руль сесть буквально. Ну, машина стоила в ту пору, там, в Жигуле 5 тысяч, да. То есть, можно было за полгода там заработать на Жигуле. Я правильно понял, вернусь к образованию, что сейчас образование стало более практичным, эти образования? Конечно, конечно, конечно. Я не могу сказать, что, вот так сказать, всюду и везде, да. Но взять, например, если вот мою альмаматор, да, а, конечно, ГУИР готовит уже специалистов, готовых специалистов, готовых, которых можно брать проекты. Хотя, еще раз говорю, это в первую очередь, конечно, заслуга университета, но и заслуга тех компаний, которые, в общем-то, с университетом работают. Мы всем героям задаем вопрос про три вещи, которые надо изменить в белорусском этиобразовании. Ну, вы знаете, трудно изменить какой-то кусочек, да, если все остальное остается без изменений. Нельзя изменить там белорусское IT-образование, не изменив образование. Потому что, вот в чем проблема, например, любого там университета, да? Почему возникает идея сделать какой-то IT-университет? Ну, как объяснить руководителю университета, почему вот здесь доцент должен получать в три раза больше, чем, значит, на соседней кафедре доцент, который преподает, условно говоря, там, менее с IT-связанными предметами. Ну, это нелогично, неправильно и, наверное, несправедливо, да. То есть поднять какой-то кусочек, не подняв в целом, ну, наверное, проблемно, да, наверное, проблемно. Это, кстати говоря, касается не только образования, это касается там и предприятий, например. Почему тяжело удержать специалистов на каких-то предприятиях? Ну, не потому, что там какой-нибудь БелАЗ не в состоянии заплатить там IT-специалистам столько, сколько платит IT-компания. Но он не в состоянии объяснить, почему он этому платит в три раза больше, чем инженер, который, значит, занимается непосредственной механикой. Это необъяснимо. Возвращаясь к IT-образованию, конечно, сложно будет, сложно решить проблемы. Да, мы решаем проблему, у нас есть там институт постдипломного образования, да, который сконцентрирован уже чисто на IT, там, чисто на IT. И там, где преподают, так сказать, в том числе и наши там специалисты. То есть проблемы-то, в общем-то, образование, они как бы стандартные. Это, конечно, возрастной состав преподавателей, да. Но как удержать молодежь, да, значит, когда, в общем-то, альтернатив достаточно много. Звучит, что там IT-компании могут более активно участвовать там, финансирование, да. Что IT-компании, собственно говоря, и делают, да, значит. Ну, это тоже такие, в общем-то, частности. Наши специалисты, ну, не только наши специалисты IT-компании, там, ведут курсы, да, университетах. Тоже, как бы, это, ну, это так, не фундаментальное решение. Не фундаментальное решение. Создание университета, о котором много говорят, тоже, наверное, это не, вряд ли будет панацея. Все-таки много специалистов с периферии приезжает, да. Тут, ну, я думаю, что какие-то, какие-то вопросы будут улучшаться, да, но принципиально вот так вот, чтобы найти какое-то решение именно для IT-образования, да. Я думаю, что это нереально. Но найти деньги на всю систему образования, чтобы поднять зарплату, да. Почему, например, там, медикам, да, значит, начиная с образования и дальше, почему они будут получать меньше, например, да. Ну, как объяснить, да, значит. То есть поднимать всю систему образования, ну, тогда надо всю экономику поднимать в стране. Тогда и образование будет. В Германии же нет такой проблемы, да, значит. Есть профессор, неважно он там IT, не IT, он, соответственно, получает. То есть, ну, там общая ситуация другая, общее финансирование другое. Там речи нет о том, чтобы там поднять IT-образование. Я думаю, что когда общая ситуация в экономике, она несколько будет другая, тогда и образование, в общем-то, будет адекватно этой ситуации. А почему вы не верите в идею IT-университета? Я думаю, что не все обрадуются. Я просто знаю отношения наших университетов, да, ну, почему будет IT-университет в каких-то там других условиях, чем, допустим, тот же БГУИР, да. Ну, тоже надо ответить на этот вопрос. Хотя, например, применительно к компаниям, вроде как бы тут какой-то ответ нашли, да. Значит, нет, может быть, почему? Я... Это непростая задача. Это, конечно, непростая задача. Я думаю, что будет много противников этого дела. Значит, ну, наверное, она как бы решаема. Почему нет? Те деньги, которые есть в фонде ПВТ, про которые сейчас много говорят, что их надо потратить на образование, если по этическим причинам их нельзя потратить на зарплаты преподавателям, то как их можно потратить? Еще раз говорю, я не думаю, во-первых, что это решит проблему кадров полностью, да. То есть все равно, значит, есть система образования в Беларуси, она готовит кадры, и в любом случае она останется определяющей. Это на ближайшее время, это однозначно абсолютно. Будет университет, ну, хорошо, он, наверное, дополнительно что-то там решит, какие-то задачи. Потому что, ну, еще раз, это же... Создать университет, это непростое дело, в общем-то. Это должна быть какая-то уже и школа сложиться, преподавательская. Те университеты, о которых мы говорим, существуют десятки лет, да. И, в общем-то, это не быстрая, не быстрая задача, это не то, что собрать там, вот, откуда-то понадергать людей, и они там завтра-завтра начнут готовить специалистов. Это процесс. Уже про этот университет, по-моему, лет 10 говорят, да, но я что-то не вижу, что-то динамику. То есть вы скептично настроены? Ну, скептично, да, в определенном смысле скептично, потому что я просто вижу, какие проблемы надо будет решить и преодолеть. Поэтому я не говорю, что этого нельзя сделать или это не будет сделано, но, скорее всего, в ближайшее время это никак не решит там проблему, например, там дефицита кадров, которая действительно есть. А как еще можно решать эту проблему дефицита кадров, кроме системы образования? Ну, вообще говоря, она и потиху-потиху решается, да. То есть, опять же, если вернуться даже не в толь далекое там прошлое, в 70-е годы, да, очень много же было дискуссий, например, о введении бакалаврата, да. Мы же понимаем, например, да, что в Индии программист это там, ну, хорошо, если три года отучился, да, а то еще и нет. Значит, а у нас это была классика. Пять лет, как говорится, да, это мы всегда перед заказчиками ангажировали, что у нас у каждого программиста университетское образование, там, как плюс, ну, прекрасно понимали, что вообще говоря, необходимости-то в этом не было. Необходимости в этом не было, и, в общем-то, эта проблема решилась, да. Кстати говоря, опять же, с ГУИРом это было быстрее, да, БГУ такую занимал позицию, что вот они такой классический университет, что им, как бы, вот это вот все так, что все должны учиться, значит, как положено, значит, и получать не только те знания, которые вот там утилитарно завтра он пойдет там на производство, они, как бы, вроде как ученых готовили, да. Вот, поэтому, но тем не менее, в общем-то, сейчас, и даже когда особенно был вот всплеск, двойной выпуск специалистов, да, тогда это был, наверное, год, когда вообще говоря, я думаю, что все компании отметили, что дефицита, как бы, и не было. Сейчас, в принципе, конечно, дефицит почему? Потому что, в первую очередь, на Западе, да, есть спрос растет, проекты, как бы, растут, такая динамика есть, ну, естественно, значит, для многих проектов не требуется даже та университетская подготовка, которая сейчас есть. То есть, наверное, можно в рамках как-то колледжа, чего-то еще, да, готовить, ну, то есть, не надо всем там по пять лет учиться для того, чтобы стать программистом. Практика показывает, что многие работают, вообще не учившись ни в каком университете, не заканчивая программистских специальностей, по крайней мере, да, и вполне работают, да. Это говорит о чем? О том, что, значит, можно еще другие механизмы обучения, так сказать, задействовать и расширить круг специалистов. Почему многие достаточно активно вот эти вот постдипломные, так сказать, университеты работают? То есть, человек что-то там изучает на каких-то курсах, да, и пытается работать, и, в принципе, получается. У меня там, я знаю, куча примеров, когда люди вообще далекие от IT, далекие от чего бы то ни было, ну, и находили в себе, так сказать, потенциал, потом успешно вполне работали программистами. То есть, все множество IT-курсов, которые сейчас появились, они работают? Конечно, 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 конечно. И все готовят, компании активно готовят по тем направлениям, которые для них интересны, и мы готовим, в том числе, я же уже упоминал, что у нас есть свой, как говорится, институт называется, да, значит, и мы готовим, мы проводим курсы, не только мы, ну, у нас это как бы отдельная структура, да, ну, я знаю, что в других компаниях это встроенные, как говорится, подразделения, которые готовят. Конечно, это тоже способствует, конечно. И, наверное, я еще раз говорю, опять возвращаясь к какому-то там пособленному университету, в ближайшее время вот эти механизмы, они будут определять, определять подготовку. Ай-Би-Е релацирует людей из-за границы сюда? Я не могу сказать, что это массовое явление, да, но примеры такие есть, да, конечно. Ну, из России, из России, есть даже из Израиля, вот, но из России отчасти, ну, вы знаете, сейчас эти санкционные, так сказать, войны, которые с Россией существуют, они вылились, в частности, и в то, что, ну, многие западные компании, ну, многие, ну, наверное, многие все-таки, правильно сказать, что многие, они закрыли проекты в России, и специалисты оказались невостребованы, а специалисты хотели работать именно на западных проектах, то есть все-таки, я еще раз говорю, IT-компания, это сообщество свободных людей, и поэтому человек должен найти для себя в первую очередь ту работу, которую он хочет заниматься, и если он не находит, ну, говорят нам в России, ну, вот у нас рынок большой, российский, вы там, все найдут себе применение, но он не хочет на российском рынке работать, да, он хочет на западном рынке работать, и мы, да, привлекали, в частности, вот в Челябинске там, у нас человек 12, наверное, переехал сюда, как говорится, с семьями по проекту, еще привлекали, то есть такие примеры у нас есть. Ну, еще раз говорю, конечно, на фоне нашей численности это неопределяюще. Окей, хочу вернуться к времени, когда вы закончили университет, пошли на Минский завод ЭВМ, работали там наладчиком вычислительной техники, а, наверное, сейчас моим ровесникам сложно представить, что это была за техника. Да, я думаю, что даже не то, что сложно, невозможно. Эта техника была серьезная. Кстати, почему, например, вот я говорил, что на ФПМ были в основном девушки, да, в РТИ в основном были ребята, у меня в группе на 80% были ребята, потому что ключевая техника была такая, что кроме знаний еще нужна была физическая сила конкретная. Потому что любая стойка была тонну весила, это точно. Это не машина, это часть машины, которую вообще можно было перемещать. Я помню, уже Валерий Вильямович Цепкало как-то тут уже где-то упоминал пример, который я ему говорил, да, что стойка АЗУ один мегабайт, которая весила тонну, в ней был всего один мегабайт. Значит, и чтобы набрать там какую-то более-менее память, можете себе представить, какие были объемы, какие были весовые категории. Техника была серьезной, вот, не очень надежной, ну, на таких объемах трудно было ее сделать там надежной, вот, но тем не менее, кстати говоря, вот, когда работал в Финляндии, ну, вполне успешно даже с этой техникой конкурировали с западными фирмами, ставили проекты, там, конечно, были там специфические еще системы расчетов накладывались, но машины стояли в ту пору в Финляндии советские. Тогда был удел не только советской техники, вот эти объемы и все эти весовые. Фактически, вот, то, что мы видим сейчас, это с появлением КАМОПа, да, когда, значит, пошел КАМОП, да, тогда и стали вот эти все и памяти, и процессора, все это стало, так сказать, меньше, 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 ну, и вот дошло до того, что мы имеем сегодня. Ну, кстати, после появления КАМОПа, практически, за эти 30 лет новых технологий это практически не появилось по-крупному. То есть, вот то, что было сделано там 30 лет назад, ну, где-то, ну, 40 лет назад, 40 лет назад, да. А если вернуться в то время, то и западные фирмы выпускали то же самое, да, неполярные технологии, огромные заводы, машины занимали футбольное поле, это, сейчас, конечно, вот, все это позакрывалось, это, было целые города, например, где IBM, там, Кингстон, Амштонг, Сомерс, да, где были огромные заводы по выпуску вычислительных машин, сейчас-то пустые города, там были огромные заводы, огромные цеха, значит, и все это скукожилось, да, до уровня, там, нескольких там помещений. Поэтому, то, что на МПОВТ в ту пору работало где-то 23-25 тысяч человек, значит, выпускали вычислительную технику, да, это вот специфика того времени, потому что, я еще раз говорю, на заводах IBM в ту пору работало такое же там количество, ну, поменьше, конечно, поменьше, организация процесса была другая, поменьше, но, но все равно достаточно много. С появлением или как КАМОП, ну, СИМОЗ, да, в латинской аббревиатуре, да, значит, ну, это все начало, начало уменьшаться. Кстати говоря, опять же, возвращаясь в то время, очень много было сопротивления продвижения этой технологии. Например, ну, огромные же производства работали, да, отказаться от них было проблемно. и вообще говоря, вот продвижение определяли малые компании, те, которые вот с персональными компьютерами стали, такие как Hewlett Packard, там в гаражах начали что-то делать, да, а совсем не флагманы, совсем не флагманы, такие как IBM, например, да, в общем-то, долгое время держалось классических технологий, когда уже увидели, что, как говорится, дальше некуда, что жизнь, как говорится, немножко по-другому поворачивает, но уже тогда тоже пошли этим путем. А как раз даже возникновение технологий, оно само по себе не к рывку какому-то не привело. Еще раз говорю, повторюсь, это в основном был удел таких новых стартапов, которые в ту пору возникали, Microsoft, HP, Apple тот же, да. То есть минские компьютеры, они были конкурентоспособны в том форм-факторе? Ну, нет, ну, конечно, вы имеете в виду на Западе, да, нет, ну, конечно, 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 нет, это уже было бы, наверное, чересчур, да, по крайней мере, я хочу сказать, что их вполне можно было использовать. Во-первых, если говорить про Советский Союз, альтернативы просто не было. Понятно, что все системы, все-таки системы были достаточно серьезные, и оборонные в том числе, да, они, конечно, делались на этих компьютерах, других просто не было. Других просто не было. Вот. И страны СЭФ, тогда было наше такое содружество, да, конечно, конечно, тоже использовали эти компьютеры. Нет, конечно, все-таки отрыв он и был и тогда, и он был существенный, это понятно. Да и, в общем-то, надо сказать, что советские компьютеры в большой степени это было копирование. Если это копирование, то, понятно, ты копируешь что-то, что уже есть. Поэтому, конечно, отставание было, безусловно. процесс копирования технический, он покупается, машина IBM разбирается, и люди с осциллографами, или как это происходит? Как происходило. Происходило, да. Как происходило. Ну, машины тоже покупались, машины тоже покупались, но, к сожалению, как бы скопировать так все-таки не получалось, потому что надо же из чего-то собрать. Значит, все это взял. Поэтому, а это уже называется микроэлектроника, это наш интеграл, который славный, который должен был выпускать какие-то микросхемы для этого. В основном, что копировали? Копировали, конечно, архитектуру. И даже, чтобы не мудрить, были книжки IBM система 370, да, и, в общем-то, никто там даже не заморачивался назвать ее как-то по-другому, да, вот эти книги брали как принципы работы. Вот. Но еще раз говорю, поскольку элементная база она не позволяла, значит, так уже вот так совсем одинаково сделать. Вот отставали, в общем-то, и там, довольно прилично, и даже более прилично, наверное, чем в архитектуре. Вот. Поэтому, конечно, это были какие-то оригинальные разработки. с программированием тоже вроде казалось бы, ну в чем, тут уже, как говорится, биты-байты, да, пиши одинаково. Но все-таки очень много сделалось для того, чтобы, учитывая специфику и, может быть, меньшую надежность аппаратуры, в общем-то, программное обеспечение, оно где-то подгонялось. Хотя оно было, конечно, гораздо ближе, значит, к оригиналу, нежели аппаратура, да, это понятно. Вот. Поэтому, ну, как-то так. Вот мы, был вопрос насчет того, что была ли конкуренция там на Западе, да. Ну, у меня были примеры, когда работал в Финляндии, что, значит, там, даже IBM проводила анализ там машин, да, на предмет оригинальности, ну, в общем-то, не стала предъявлять претензий, что это кража интеллектуальной собственности. Все-таки переработка была достаточно серьезной. То есть это не брались какие-то там блоки программ или что-то таких, какие-то решения системно-технические. Это, в общем-то, бралась архитектура. В первую очередь копировали архитектуру. А уже остальное все-таки было достаточно оригинально. Ну, может быть, это было потому, что перспективы судебные судиться с советским предприятием были такие. Нет, я думаю, что, по крайней мере, Советский Союз слабо боялся судебных процессов. Вот. Это, еще раз говорю, это вынужденно. Это вынужденно, потому что не могли скопировать в полном объеме просто две все. Ну, все-таки на Западе наших машин было достаточно мало и реальной конкуренции, конечно, не составляли. А микросхему можно скопировать без чертежей? Все идет по цепочке, да, значит, есть вычислительная машина, она содержит из компонентов. Для того, чтобы сделать эти компоненты, нужно оборудование. Это оборудование тоже никто не продавал Советскому Союзу, значит, его тоже надо было разработать, да, в свою очередь. И если оборудование позволяло сделать, там, условно говоря, там, 70 нан, да, значит, ширину, там, линии, да, а надо было сделать 20, да, чтобы такую же интеграцию обеспечить, ну, значит, оборудование, оно вот такое, да, и лучше ты не сделаешь, да, даже если ты четко сделаешь архитектуру и поймешь, как ее тут разложить и все, но оборудование просто не позволяет сделать то, что ты, допустим, даже там срисовал или каким-то образом украл. Вот. И очень много, ну, много можно рассказывать, много примеров, когда пытались, там, западные какие-то решения вот так вот просто перенести, да, ну, например, значит, ну, дела прошлые, да, я помню, у Лохида утянули какую-то программу, там, проектирование самолетов, да, ну, кажется, что-то простого, да, бери и проектируй, да, а нет, потому что, значит, на нашей технике, она там до сбоя, не до контрольной точки не дорабатывала просто, да, значит, там, комплекс был такой, как два футбольных поля, и за время до контрольной точки обязательно что-нибудь ломалось, значит, и эту программу просто, ну, по крайней мере, сколько ни пытались, там, не смогли запустить, не знаю, может, потом как-то запустили, уже безумие. Леонид Лознер в колонке «Ледовбай», он писал, достаточно вспомнить тот факт, что именно в Минске были созданы оригинальные ВМ-серии «Минск», ну, кстати, как замечательно было бы восстановить экземпляр какой-нибудь из машин «Минск», на мой взгляд, это технологическая вершина, не меньше повод для гордости, чем оборонительные редуты, блиндажи, особенно для общества, стремленного в будущее подсоциальной экономики, вы согласны? Да, значит, первые машины были действительно оригинальные, значит, но где-то в конце 60-х было принято стратегическое решение оригинального в Минске больше ничего не делать, и где-то начиная, я еще застал машину серии «Минск», значит, вот, когда, правда, в школе учился, вот, вне «ЕВМ» были, но уже тогда они уже не разрабатывались, и уже тогда копировали, ну, в первую очередь, IBM, конечно, если говорить про Минск, то копировали IBM-овскую линейку, вот, там, на Украине там была другая история, там копировали, там серия PDP, да, была такая, а здесь стали копировать систему 360 для начала, там 370 и дальше пошли, вот, было ли это предметом гордости, ну, наверное, да, потому что изначально, вот, я же говорю, было постоянно отставание, особенно, когда копировали, да, а если брать первые машины, то такого сильного отставания не было, значит, если брать, там, 50-е годы, да, МПВТ возник в 54-м году, по-моему, по памяти, где-то так, вот, в ту пору, наверное, ну, было достаточно адекватно, но надо понимать, что это, конечно, требовало больших ресурсов, требовало огромных ресурсов, и не только создание вычислительной техники, это требовало ресурсов создания, кстати, программного обеспечения, которое тоже копировали, вот, и это, это большие-большие деньги, которых, видимо, не было, и посчитали, в общем-то, эти, по пути копирования, и собственные разработки, они, значит, ну, в Минске раньше, в других местах, там, еще продолжались, эти серии Эльбрус, там, Бесн, но все равно это, как бы, сошло на нет потихоньку. Приборостроение было в большой степени визитной карточкой Минска, и вот в ту пору, наверное, даже больше, чем тракторный завод, там, или там, значит, МАС, вот, по крайней мере, если МПОВТ не выполнял план, то город план не выполнял, да, никакими там тракторами это было перекрыть невозможно, вот, и, конечно, ну, это было же не только МПОВТ, были большое количество приборостроительных объединений, которые сделали, и вот это, конечно, очень жаль, что это, ну, практически полностью утеряно. Если, вот, программирование как-то оно, реинкарнацию какую-то получило, да, вот, в виде ПВТ, там, IT-компаний, которые, как бы, возникли, да, тоже, кстати, вопрос, вот, как бы, так иногда говорят, что вот, возникла там, с образованием ПВТ, возникла индустрия, но это все-таки не совсем так, да, еще раз говорю, это какая-то реинкарнация того, что было, потому что она была, она была, и была достаточно мощная, огромные институты работали на разработке программного обеспечения, это тысячные коллективы, тысячные коллективы, и сейчас таких фирм-то, в общем-то, и нет, белорусское, белорусское объединение, когда было вычислительной техники, когда я вернулся вот в Финляндии, и стал одним из руководителей, у нас было, где-то порядка, ну, больше сорока тысяч человек работало на объединении, то есть, вот, такие были коллективы. А были шансы это сохранить? Конечно, 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 были шансы сохранить, безусловно, потому что, я еще раз говорю, изначальный потенциал, он был очень большой, конечно, наверное, это было бы не в том виде, в каком это было в советские времена, да, но, но сейчас мы покупаем какие-то приборы, там, условно говоря, из Эстонии, да, эстонских, там, разработок, вот, почему в Беларуси это там нельзя было делать, и огромные возможности были там, пускай не для массового производства, но для серийного, значит, ну, просто это совершенно другой, как бы, бизнес, надо понимать, это другие инвестиции, если программирование можно было собрать людей и на арендованных площадях, как говорится, что-то начинать там делать, и для этого, в общем-то, инвестиции нужны были достаточно минимальные, то надо понимать, что приборостроение это, в общем-то, серьезные инвестиции в оборудование, значит, в разработке, причем инвестиции достаточно долгоиграющие, то есть, в разработке программного обеспечения отдачу можно получить, но достаточно быстро, если это сервис, то это практически сразу, да, значит, вот, а приборостроение, конечно, приборостроение, это долгоиграющие инвестиции, риски гораздо больше, в форме государственных предприятий, наверное, это было проблематично, ну, а частный бизнес находил другое применение. А есть шанс где-то найти машину Минск? Не потенциально рабочую? Ну, во-первых, я не знаю, на МПОВТ был музей, значит, и макеты там точно были, живая, живая машина. Минск, надо понимать, это же, это же еще ламповая машина. Наверное, не представляете, что такое, это даже, даже не полупроводники, это лампы, значит, вот такие, как светят. Не знаю, не знаю, возможно, но я, по-моему, если говорить о, последняя машина, которую я, как бы, застал уже, как специалист, была Минск-32, это последняя машина серии Минск, вообще, которая выпускалась, вот, с оригинальной архитектурой, с оригинальным программным обеспечением, вот, ну, не знаю, разобрали, наверное, там же очень много было золота, все контакты были золотые, и в 90-е годы было очень популярно, вообще говоря, все это дело поскубать, и, значит, на этом дело заработать, поэтому, по крайней мере, в ту пору это целая индустрия была разбирать старые машины, значит, и зарабатывать на этом деньги и в России, и в Беларуси, вот, я думаю, что сильно прорезили старую технику. Вы работали в Финляндии в 85-м, в 89-м году продвигали советскую частичную технику в Скандинавии. Продвигал. Да. Да. То есть, это было успешно как-то? Надо вспомнить, что тогда была Финляндия в эти годы, да, это все-таки был Советский Союз, это было, это довольно были специальные отношения, это была специальная система расчетов, и почему, например, вот сейчас очень многое происходящее, например, между Белоруссией и Россией как бы как дежавю там воспринимается, потому что очень похожая ситуация тогда были отношения Финляндии и Советского Союза. Экономика была абсолютно неконкурентоспособна, финская, потому что держалась в большой степени на, значит, на тех же поставках советской нефти, тогда советской нефти, тогда российской не было, вот, которую там перепродавали успешно за границей. Причем я помню где-то в этой статье прочитал, что там мне пишут, что у нас, говорят, ребята, в Голландии коробка с яйцами стоит дешевле, чем у нас пустая коробка без яиц, как мы будем конкурировать, если не дай бог там на открытый рынок. Потому что все, что Фины делали, в основном это в Советский Союз и отправлялось по соответствующим этим самым. Поэтому в таких специфических условиях, еще раз, да, то есть надо понимать, это не просто бег, кто быстрее бегает, это бег в мешке. Кто бегает быстрее в мешке, ну и в мешке иногда удавалось где-то что-то пристроить, потому что были большие ограничения у бюджетных организаций по закупке. Можно было покупать, например, только в Советском Союзе. Поэтому выбор, конкуренция уже была, условно говоря, между нами и Киевом. или там между Минпромом и Минприбором, какие-то такие. Поэтому, еще раз говорю, конечно, это не была там свободная конкуренция. Ну и, кстати, потом, в общем-то, когда Советский Союз почил в БОЗе, конечно, для больших регионов, я бы сказал, Финляндия была трагедия, потому что целые города закрывались, закрывалось производство. Поэтому вот этот опыт, я думаю, Белоруссии неплохо было бы, так сказать, поизучать, как оно было. Чтобы поехать на работу в Финляндию, нужно же было проходить какие-то проверки. Это было не так? Конечно. Конечно. Например, я даже собеседование в ЦК КПСС проходил перед отъездом, да, на Старой площади. То есть, ну там-то было достаточно формально, да, значит, абсолютно. Может, они такие проницательные, я не знаю, так сказать, и видели что-то больше, чем видел я в ту пору. Вот. Ну, а, значит, как говорится, на местах, да, ну, были люди, которые, там, достаточно искренне считали, что я должен знать, там, третьего секретаря, там, Компартии, там, Чили, значит, или что-то в таком духе, да. И они считали, что если я этого не знаю, то меня там за границу никак нельзя отпускать, значит, меня там, значит, я опозорюсь там, или что-то в таком духе. К сожалению, очень много тоже было примеров, когда людям ломали, в общем-то, да и жизнь, да, но где-то профессиональную карьеру, вот эти комиссии. А свои эмоции, когда Советский Союз сейчас вы помните? Восприятие не было такого, что будет какой-то облом. Не было, да. Да, какие-то было восприятие, что будут какие-то изменения, потом как-то это реинкарнирует во что-то другое. Значит, ну, не случилось. То есть про смену профессии вы не думали? Нет, 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 нет. Ну, это, ну, это, еще раз говорю, в принципе, уже тогда, как бы было понятно, ну, неважно, Советский Союз, там, не Советский Союз, да, все равно это технологически и технически понятно было, что перспектива за этим будет. Ну, и слава Богу, слава Богу, что не пришлось. Почему? Потому что могло оказаться так, что, опять же, там, про 90-е годы, да, я же говорил, были многотысячные коллективы, которые в одночасье лишились работы. И люди отказались от профессии не потому, что они там решили, что это не перспективно, да, просто жить надо. Просто надо жить, надо кормить семьи, кто-то пошел на рынок торговать, значит, крыши крыли целые бригады из айтишников, строительные бригады, значит, у меня там куча, значит, знакомых, они там что-то ремонтировали, что-то делали, что-то строили, потому что надо было просто жить, альтернативы не было, значит, и люди выживали как-то, поэтому, конечно, когда сейчас ветераны, которые, когда мы образовали, значит, IBE, вот получили вот эту работу из-за границы, конечно, это было, в общем-то, такое огромное благо для людей. То есть мы, я говорю, что мы людей с крыши поснимали, да, которые крыли крышу, да, и, значит, вернули их, так сказать, в программирование, вернули тем, чем они занимались там много лет. IBE, как появилась компания? И вот хочется спросить, не официальную версию, какую-то субъективную вашу сторону. Вот вы сидите на работе, и что происходит? Субъективные и официальные, они там мало чем отличаются, да, во-первых, я уже говорил, как бы заочное сотрудничество с IBE, у нас, как говорится, там было традиционное, начиная там с 70-х годов, поскольку копировали. И, естественно, когда уже там, как раньше, железный занавес там упал, то сотрудничество, оно такое уже получило формальный характер. И это еще до IBE было, было очень много проектов. Например, до IBE мы, была такая операционная система, которая пытали конкурировать с Windows, ОС-2 у IBM, да, и, например, мы делали локализацию, значит, операционной. Значит, ну, были другие проекты с IBM, да, и, ну, в общем-то, они как-то шли и шли. Дальше естественным путем, абсолютно естественным, значит, в IBM уже был опыт в Индии, значит, привлечения специалистов. Вот он привел к тому, вот к этой идее, да, все-таки привлечь специалистов из Белоруссии к тем проектам, которые там IBM выполняет. В первую очередь на той платформе, вот, которую копировали, это, ну, тогда уже была там 390, да, значит, серия, вот, ну, а дальше больше уже там и на других платформах, да, поэтому, значит, еще раз, как бы, работы они начинались, да, потом, потом, ну, IBM-специфическая компания, да, то есть, как бы, отчасти мне почему было легко, потому что чем-то напоминало Министерство промышленности, тоже с ее бюрократией, там, и принятие решений, то есть, я как бы понимал механизм принятия решений в компании, вот, он очень, очень был, так сказать, очень был похож, и тогда они приняли решение вообще сделать очень много совместных предприятий, они делали их по всему миру, значит, сделали в Советском Союзе, несколько, не только, значит, здесь в Беларуси, было совместное предприятие с Аэрофлотом, по-моему, еще что-то, я уже сейчас на нем не вспомню, вот, кстати, потом, через несколько лет они приняли такое же командирское решение выйти из всех предприятий, из, по-моему, они в один год вышли из 84-х или 86-ти предприятий, то есть, раз и все, так, раз вошли, раз вышли. То есть, они были учредителем этапа? Да, они были у нас на начальном этапе, они были соучредителями, соучредителями, вот, и, в общем-то, мы развивались как центр разработки IBM на начальном этапе, причем не только, не только как центр разработки, ведь IBM до сих пор не имеет здесь представительства в Беларуси, значит, и, собственно говоря, никогда не имела, никогда не имела и не имеет, вот, что, наверное, там уникально, я не знаю, в постсоветском пространстве другой такой страны нет, где IBM не имеет представительства, вот, потому что, ну, поддержку там, всем решениям оказывает там наш или технический центр, который там существует, мы оказываем в проектах, поэтому, так сказать, были две части активности, с одной стороны мы поддерживали клиентов IBM за рубежом и участвовали в разработке, а с другой стороны, значит, совместно реализовывали проекты здесь, вместе с IBM, ну, здесь, опять же, начиная, это был Советский Союз, потом уже, как говорится, отдельные, отдельные государства, содружества. Сейчас эта активность продолжается, правильно? Сейчас эта активность, ну, во-первых, еще раз, как ответственная компания, мы не можем там как-то активность резко поменять, поскольку есть какие-то обязательства, где-то писанные, где-то не писанные, да, но, хотя, в общем-то, мы, и уже это давно, пытаемся, как бы, отойти от дистрибуции продукции третьих фирм, что у нас, как бы, было частью нашей активности, вот, она, как бы, продолжается, эта активность, но меньше, 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 я имею в виду, в той части, которая здесь, на территории СНГ, да, значит, ну, а на Западе IBM остается нашим самым крупным партнером до сих пор, да, это наш самый большой заказчик на сегодняшний день. А когда они выходили из соучредителей СП, надо было у них покупать долю, или это? Ну, да, конечно, мы все это оформляли, да, ну, поскольку, как бы, это не было, как бы, к непротивлению сторон, да, то есть, это все прошло достаточно. IBM, еще раз говорю, это было политическое решение, политическое решение сделать, политическое решение выйти, то есть, поэтому экономические вопросы, они, как бы, никогда не стояли, значит, каким-то образом, да, то есть, надо было соблюсти там формальности, значит, формальности были соблюдены, но IBM там не преследовало там каких-то экономических целей, значит, как инвестор, скажем так, да. А МПОВТ тоже был учредителем? Да, МПОВТ тоже был учредителем. И тоже вышел из... Ну, у нас сейчас на одном из... Ну, во-первых, сейчас IBM же там не одно предприятие, достаточно много предприятий. На одном из предприятий, которые сейчас уже, как сказать, не сильно активно, там, МПОВТ, на очень небольшом проценте там есть. предприятие практически не ведет никакой деятельности сейчас. Поэтому это, как бы, уже прошлое. То есть, других государственных учредителей нету? Если говорить про IBA Group, нет, IBA Group это чисто частная компания, я один учредитель. То есть, у вас нету партнеров? Нету, нету. Никогда не хотелось поделить ответственность? Ну, хотелось, не хотелось поделить ответственность. На каком-то этапе вот выстраивалась такая структура, как она в итоге выстроилась, скажем так. Да. Но, ну, возможно, по-другому как-то будет поворачиваться в ближайшее время. А зарплата у вас есть в IBA? Да, значит, хотя, в принципе, это не является там, так сказать, основным источником доходов, но, значит, в Праге, в Праге, как все, я получаю зарплату. Какой у IBA сейчас оборот? Порядка 100 миллионов. Где будет IBA через 15 лет? Где? Во-первых, я бы, конечно, хотел, чтобы мы все-таки нашли решение тех моделей, да, которые мы вот уже последние годы пытаемся реализовать. То есть, в первую очередь, например, это модель SaaS, да, это Software as a Service, да. Значит, вот мы и Центр обработки данных построили, в общем-то, под эту модель. Мы не строили там сот, как сот, да. И более того, я считаю, что для Белоруссии, например, вот учитывая специфику, о которой мы тут много говорили, да, значит, это единственный выход в развитии информационных технологий. То есть, не создавать системы, значит, у себя, учитывая, что сложно и кадры удержать там на предприятиях или в организациях, и финансирование сложное. То есть, надо просто покупать как сервис, да, вот столько, сколько тебе сегодня надо, да, вот ты его покупаешь, ты его платишь, да, и, как говорится, надо больше, покупаешь больше, да, надо меньше, отказываешься от чего-то. Людей не надо, в общем-то, удерживать, потому что это уже предлагается там IT-компаниями, да. То есть, сейчас, в принципе, как бы уже IT-компании вполне в состоянии, ну, не все, конечно, да, но многие, в режиме такой работы, да. IBA и PAM возникли приблизительно в один год. Ну, наверное, где-то, да, что-то плюс-минус. А как вы видите отличия между двумя компаниями? Ну, Аркадий изначально, изначально реализовывал свою американскую мечту, значит, и пути к ее реализации, там, ну, вот он выбрал те, которые выбрал, изначально, он, как бы, в этом плане все время следовал тем механизмам, которые, вот он, как бы, выбрал, и я не видел, вот, такого пути развития, такого, это acquisition, значит, постоянно, значит, привлечение какого-то фондирования, ну, по-разному, значит, смотрели. Я все-таки, наверное, шел больше от IT, значит, то, что мы делали, а Аркадий больше от бизнеса, то есть, в принципе, наверное, он бы вполне успешно мог реализовать этот проект и не войти, и в чем-то другом, да, то есть, как бы, IT это, ну, в общем-то, такое средство, скажем так, а цель именно такое построение бизнеса, вот, как он решил, ну, вполне успешно реализовал. Ну, вот, Борис Концевой, основатель Anthetix, говорит, что IPAM больше Anthetix в 40 раз, потому что Аркадий Добкин понимает реальность в 40 раз лучше Бориса Концевого. почему IBA меньше 20 раз IPAM? Ну, во-первых, еще раз говорю, такой цели не ставилось, да, значит, там вот обязательно там расти, 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 я не знаю, если бы она поставилась, удалось бы ее реализовать, это другой вопрос, да, значит, получилось, как получилось. А в Чехии есть какая-то заметная IT-индустрия? Да, да, у нас тот центр разработки, который у нас, он на 80% наверное работает в Чехии, да, ну, с чешскими заказчиками, а есть компании довольно большие, там, встречались, с учредителями, там, около тысячи человек и 100% работают вне Чехии, тоже сервис, там, в Соединенных Штатах в основном оказывают, то есть, в общем-то, надо понимать, что вот эти вот программы, которые, мы тут много по ПВТ говорим, да, они не уникальны, они абсолютно не уникальны, и, например, в Чехии мы участвовали в одной программе, которую, ну, это государственная организация, Чехинвест называется, это от Минфина Чехии, значит, которое довольно много, там не то, что льготы, да, там прямое финансирование, то есть, прямое финансирование, когда мы набирали программистов, значит, нам просто 50% зарплаты платили назад, то есть, таких много очень программ, большой центр, например, там, IBM, Барно создала тоже в рамках этой программы, Тиета и Натар в Астраве, то есть, там очень много стимулирующих таких программ, было и есть, и, то есть, еще раз говорю, часто звучит, что там история ПВТ, она такая уникальная, в мире ничего такого нету, нет, значит, во многих странах все понимают, что надо где-то развивать интеллектуальный потенциал страны, опираться в первую очередь, значит, на людей, особенности ресурсов особенно нету, там, нефтегаза, да, и Чехия в этом плане не исключение, очень активная, и очень много компаний, которые занимаются разработкой программного обеспечения, все это есть. А сколько человек там работает в IT, есть такое? В IT? Всего? Ой, я сейчас боюсь, что-нибудь переверу цифру, значит, ну, я думаю, что это соизмеримо с Беларусью, то есть вполне соизмеримо по количеству людей, то есть не меньше, по крайней мере, я знаю, что количество выпускников по IT-специальностям в Чехии больше, чем, примерно такое же количество, но чуть больше, чем в Беларуси, хотя, еще раз говорю, дефицит кадров и там тоже имеет место быть. Хотя, очень надо отметить, да, вот тоже, кстати, плюс Чехии, да, что Чехии очень, в отличие, например, от поляков, да, очень не любят куда-то уезжать работать. Это большая проблема, большая проблема даже в командировку отправит человек. Значит, он, они, в общем-то, ну, такие, имеют свою специфику, да, и поэтому в основном работают в стране, их вполне устраивает, там, чтобы их переманить куда-то, да, это надо очень хорошо постараться. Вот, поэтому специалистов, то есть, вроде в результате, как бы, там достаточно, но, ну, дефицит там все равно есть, дефицит есть. А чешские программисты, они дороже белорусских? Ну, конечно, конечно, конечно. Ну, сильно это? Ну, сильно, не сильно, как всегда, это зависит от, так сказать, направления, потому что, ну, где-то, где-то дороже, где-то, где рынок разогрет больше, да, потом конъюнтура влияет. Ну, так, если сказать, ну, я думаю, что для международных процентов на 30, наверное, на 30, на 40, да. Ну, у нас же, например, есть центр в Болгарии, и, который, кстати, тоже динамично сейчас достаточно развивается, вот там у нас практически мы калькулируем ресурс одинаково. Чешские, конечно, дороже. А госпроекты в Чехии, они отличаются от Белорусской? Отличаются, во-первых, отличаются объемами, конечно, да, то есть там, я уже часто, опять же, цифру, потому что есть аналогичные программы там какая-то, типа электронная Чехия, да, и, конечно, там объемы отличаются на порядке, да, то есть там речь идет, если здесь идет о миллионах долларов, да, то там речь идет о миллиардах, да, евро. Значит, поэтому, конечно, отличается, вот, но, в принципе, как бы работа есть работа, значит, и тематика где-то та же, та же автоматизация госорганов, если, если говорить о государственном финансировании, бюджетном финансировании, если говорить о бюджетном финансировании, автоматизация госорганов, автоматизация министерств, местных органов власти. Кстати говоря, наши ребята довольно активно участвуют. А не страшно лазить вообще в госпроекты? В Чехии? И в Беларуси в основном. Ну, страшно, наверное, не то слово, которое... Конечно, сегодняшние реалии таковы, что желающих немного участвовать. Если раньше, конечно, там была какая-то конкуренция, то сейчас уже даже формально процедуру тендерную провести проблемно, потому что нет желающих. Ну, два момента. Во-первых, все-таки, как я уже говорил, есть определенные обязательства. И мы с рядом заказчиками работаем. Наши системы работают в ряде министерств. И системы требуют развития, система требует сопровождения. И даже если бы мы приняли какое-то концептуально-стратегическое решение этим не заниматься, это, наверное, было бы неправильно. Это, наверное, было бы неправильно. Хотя, в общем-то, мы понимаем, что и маржинальность, в общем-то, никакая. И хлопот достаточно много разных. Но, тем не менее, мы это делаем. Есть и новые проекты, в которых участвуем. Но есть определенная специфика в работе с бюджетным финансированием, с госорганами. Ну, с другой стороны, как бы, у нас есть опыт в этом деле. Это отчасти выручает. Мы пытаемся сразу немножко, как бы, дистанцироваться от возможных проблем. Потому что мы понимаем, что если их как-то сразу не зафиксировать, то они обязательно возникнут. Это твердо. И если кто-то другой приходит и думает, что, ну, может, оно там будет, не будет, мы точно знаем, что будет. Если это дело сразу не обозначить, сразу не решить, да, а как-то сказать, что потом разберемся, потом разбираться будет очень сложно. В смысле, все прописать? Все, максимально прописать. Максимально прописать. Значит, и прописать не только, что делаем, но обязательно прописать и то, что не делаем. Да, значит, чтобы не было таких разговоров, а мы думали, что вы сделаете. Это уже не написано, что вы не делаете. Администрация ПВТ приводила данные местного рынка эти решения 297 миллионов рублей в 2018 году. А какая тут доля обеи? В 2018 году, я-то, честно говоря, сейчас цифру не вспомню, но думаю, что процентов 10, так, в лед по памяти. Нет, наверное, ну, наверное, в Белоруссии, да, что-нибудь так, миллионов 20, может, 30. А если желающих нету, то кто все остальные? Я не знаю, откуда, например, ПВТ берет вот эти цифры. Почему? Потому что, например, если брать стандартные стат декларации, то такого нету раздела, значит, там, разработка программного обеспечения. Там все в кучу. Айти, плюс туда же попадают всякие кабели и черти что, да, значит. Поэтому вот эта цифра, там, 297, да, я почти уверен, что это точно не разработка программного обеспечения. Такого нет рынка в Белоруссии, это я. А что сюда входит, ну, можно только гадать, да. Если это поставка оборудования, ну, черти что, там можно поставлять на эти деньги. И какое оборудование туда входит, да, значит. Я думаю, что тут одних персоналок, там, поставляют в Белоруссию, там, на, не знаю, там, если на десятки миллионов точно, да, может, там и на сотни, да. Значит, он только ПВТ закупает сколько? Даже если бы это было только приложение, то 150 миллионов долларов в год для такой страны, это же очень мало. Ну, ну, а с чем сравнивать? Ну, я думаю, что этого, во-первых, нет, да, значит. Скорее всего, что это не разработка и программ, да. Да, много-мало, ну, да, если сравнивать, опять же, с той же Чехией, конечно, это мало. Конечно, это мало. Там один проект может стоить 100 миллионов евро. Почему наш внутренний рынок такой маленький? Вау, сложный вопрос. Ну, во-первых, востребованность, да, вот давайте поймем, да, кому нужна вообще автоматизация, да, кому нужна автоматизация. Автоматизация нужна собственнику, правильно, в первую очередь, если говорить о предприятии. Значит, ну, значит, кто у нас собственник, да, директор завода, значит, вроде нет, да, значит, ему вроде не надо, да. К проверяющим, наверное, да. Но надо ли директору завода тратить деньги на то, чтобы его легче было проверять, ну, чертю знает, наверное, нет, да. Поэтому у нас в основном вот какие сектора? Ну, банк, да, ну, понятно, банки, они достаточно активны с точки зрения IT. Ну, что банк это и есть IT-система, по большому счету, это IT-система, да, плюс некие там бизнес-процессы, которые на нее накладываются. А в остальном-то вообще-то востребованности особенно нету. Вот. И, ну, и финансовая, конечно, составляющая. Все-таки это, IT это не базовая отрасль, да, и понятно, что если... В базовых отраслях, как говорится, не все, так сказать, гладко с точки зрения экономики, то денег найти не остается. Мы пытались, кстати говоря, в свое время, там очень много же, в общем-то, правительства, разные правительства, да, не текущие, а за этот период пытались активизировать вообще как-то вот внедрение IT, там, пропагандировать. Разные формы были, разные комиссии были, значит, возглавляли разные людьми, Симашка в свое время возглавляла одну из комиссий, я помню. Собирали директоров предприятий, да, и хотя бы пытались установить индикатив, что, ребята, ну давайте, вот, есть статистика, сколько тратит там среднее предприятие, значит, на IT. Бюджет. Ну, это же, в общем-то, и была статистика у нас, значит, давайте хотя бы, ну, не обяжем, да, хотя госпредприятия, в принципе, они как бы управляем. Хотя бы индикатив дадим, как рекомендацию, да, но это не было воспринято. Может, это замкнутый круг, нет востребованности, нет денег, все неэффективно. Да, в какой-то мере это действительно так. Это действительно так, почему? Потому что, в принципе, это мое убеждение, что на сегодняшний день предприятие, любое предприятие не может быть эффективным, если оно вообще, говоря, не понимает и не может оперативно реагировать на какие-то вызовы, да, значит, если оно просто не понимает, что у него происходит, да, значит. Но, ну, реалии такие, да. У нас еще, ну, что у нас автоматизируется там, ну, там, бухучет, да, ну, понятно, классика, да, что называется. Отсчет ушли, значит, что-то там подсчитывают в собик, там, зарплату, да, хотя бы. Вот. Ну и все. А то, что там, условно говоря, там материальные ресурсы там перемолачиваются, закупаются там неэффективно, да, ну, да, такие реалии, как говорится, вот есть и воспринимаются как данность. Про возраст. Опять процитирую вас, для специалиста IT-сферы 40 лет, отнюдь не критический возраст. К этому времени человек зачастую приобретает немалый опыт, возрастает до высококлассного профессионала, или грамотного руководителя различного уровня. И там же 32, 32 процента сотрудников работают в ЭБЕ больше 10 лет, а 7,5 процентов свыше 15 лет. Вы можете назвать средний возраст сотрудников ЭБЕ? Вау, нет, в лёд, наверное, боюсь ошибиться, но сейчас, в последнее время, поскольку, как бы, у нас идёт набор, идёт рост, да, и много молодёжи пришло последние вот пару лет, вот. Вот, наверное, он, так сказать, если бы, например, раньше, ну, я бы сказал тоже где-то в районе, там, 30-ти, может, 35-ти, значит, ну, сейчас, может быть, даже и моложе, если вот сейчас в армию не позабирают, значит, молодёжь, вот. То есть я думаю, что где-то вот так, да, ну, я считаю, что у нас достаточно сбалансированный, сбалансированный возрастной состав, вот. Вот, и есть, как говорится, и действительно, вот, ребята, которые после университета, ну, и достаточно много людей, которые уже в состоянии не просто работать как специалист, да, а в состоянии возглавить коллектив, и всё-таки тоже надо работать с людьми. Значит, если вот, опять же, возвращаясь к вопросам, там, к 70-е годы, да, всё-таки в первую очередь там готовили командиров производства, да, очень много внимания уделялось, значит, работе с людьми. Сейчас, как бы, наоборот, получается, в общем-то, университеты готовят специалистов, да, и вот это умение в команде работать, умение, так сказать, замотивировать как-то своих сотрудников, оно в большей степени происходит уже в компаниях, да, то есть люди приходят, и на базе уже своего опыта, так сказать, и своего опыта, опыта коллег, да, они уже там становятся не только там специалистами, но и руководители проекта, там, руководители структурного подразделения. Я, когда ходил в школу в начале 90-х, вокруг были взрослые программисты, а потом, когда-то там через 20 лет стало так, что средний возраст войти, там, 25, потом 30 лет, то есть все люди старшего поколения, они как будто исчезли. И вот бытует мнение, что они все в ABA. Да нет, я думаю, что, еще раз, у нас в основном проекты это связано с корпоративными заказчиками, да, значит, и, естественно, очень много проектов там долгоиграющих, люди работают на проектах по много лет, поэтому действительно есть достаточно большое количество, ну, таких уже людей, которые там, ну, возрастные, да. Да, но я думаю, еще раз говорю, повторюсь, у нас достаточный баланс, да. Потому что, ну, есть компании, в которых средний возраст, там, я не знаю, там, 23 года, да, там, 22 года, да, ну, это понятно, да, диапазон там от 20 до 25, да, значит. Значит, у нас диапазон от 20, но, условно говоря, там, до 60, там, до 65, поэтому средний возраст, конечно, выше. Никуда никто не делся, да, значит, просто те системы, которые для корпоративных заказчиков, они меньше видны, просто, но системы работают, и их тоже надо делать. А когда человек, там, 22 года вынужден работать, не вынужден работать с человеком, которому 50 лет, это не вызывает какой-то дискомфорт? Ну, я уже говорил, что IT-компания – это сообщество свободных людей, и если это вызывает дискомфорт, человек просто не будет работать, по крайней мере, в серьезной перспективе. Мы стараемся делать так, чтобы это не вызывало дискомфорт, да, и вообще, говоря, у человека, который имеет опыт, зачастую можно многому чему поучиться, и это тоже, вот, одна из задач, там, руководители подразделения – это трансфер knowledge, да, значит, передать все-таки молодежи те знания, которые есть. Причем, еще раз говорю, в технологиях, которые, ну, может быть, не так, какое правильное слово, популярны, что ли, да, потому что все на слуху, вот эти вот мобильные приложения, да, сейчас бах-бах-бах, что-то кнопочки нажали, много пользователей. То есть есть технологии, которые не такие броские, да, значит, и, конечно, значит, объяснить, объяснить, что это тоже перспективно, что это тоже интересно, что это тоже вполне профессионально, конечно, это требует определенных усилий. Почему молодому человеку нужно идти в MBA, а не в молодой перспективный стартап? Ну, во-первых, еще раз говорю, это, как бы, свобода выбора, да, и кому-то, может быть, и так надо кому-то здесь. Я все-таки считаю, да, по крайней мере, опять же говорю, там, у меня вот младшая дочь тоже, там, программист, да, значит, я считаю, что молодому человеку неплохо для начала, вообще хотя бы посмотреть, как работают другие. Это все-таки опыт можно приобрести в первую очередь не из интернета, да, а из нормального общения в нормальной компании, да, нормальный, я имею в виду, достаточно большой. А вы чувствуете, что они стартапы, продуктовые компании отнимают кадры? Ну, есть общий дефицит ресурсов, нет, я такого не могу сказать, если, насколько мы мониторим, так сказать, в основном ребята переходят в сервисные компании, да, значит, и если даже в продуктовые компании, то уже там те переходят, которые переходят на какие-то позиции уже там руководителей разработки или что-то в таком духе, да, чтобы ушли в стартапы вот просто с позиции, ну, наверное, такие тоже истории есть, речь-то идет ведь о сотнях, да, поэтому тут истории наверняка всякие, да, вот, но думает, а в отношении еще раз как бы там стартапа, это совсем не обязательно, что вот стартап это что-то такое вовне, мы пытаемся, например, здесь организовать собственные внутренние стартапы, если человек хочет вот реализоваться, например, вот в режиме стартапа, да, значит, то можно создать условия, да, ты хочешь, так сказать, рискнуть, да, условно говоря, и такие модели мы пытаемся, мы пытаемся делать. Есть какие-то успешные примеры такого стартапа внутреннего? Ну, примеры есть, примеры, конечно, есть, и сейчас тот же, например, агрономик, с которым мы сейчас там продвигаем, да, он тоже возник из желания специалистов чего-то сделать, конструктор талантов, да, это тоже ребята, так сказать, образовались, и, значит, как бы инициативно говорят, вот мы хотим сделать вот такое как бы решение, да, ну, в рамках нашего механизма поддержали, есть инсталляции, но у нас, еще раз говорю, в основном те примеры, они для корпоративного заказчика, мы должны понимать, да, что это не миллионы пользователей, да, это, в общем-то, предприятие. Мы недавно на Дэвбайе делали интервью с Вадимом Смотряевым, директором технического отделения, про оплату картами, и много лет прошло, но все равно в комментариях спрашивают, почему один галидатор стоит больше, чем айфон? Ну, наверное, Вадим ответил на этот вопрос, да, значит, вообще, кстати говоря, у нас, ну, в интернете люди, как бы, ну, считают, возможно судить обо всем, да, значит, и что-то услышав, да, значит, даже не зная, о чем речь, абсолютно, да, значит, начинают чего-то с чем-то сравнивать, да, значит, совершенно безапелляционно, да, в живом общении такое невозможно, да, потому что, ну, человека сразу посадят на место, да, и он будет выглядеть глупо, дураком, да, и заткнется, да, а в интернете, ну, что, пиши, что хочешь. Вот, поэтому та история, которая, я ее, как говорится, помню, да, и, во-первых, речь там шла, кстати, не о валидаторах, значит, почему, ну, слово валидатор, видимо, такое более, а там речь шла вообще о компостерах, которые даже мы не производим, да, это какая-то там закупка была, да, это принтер, это принтер по большому счету, да, значит, и вот возвращаясь, почему там вот эти госпрограммы, да, потом, значит, этот проект там три года проверяли, нервы трепали, значит, нашим ребятам, до Интерпола, значит, доходило, привлекали, это сам, конечно, ничего там, значит, не нашли, все там было прозрачно, как говорится, как отче наш, вот, но суждение, да, тем более, с одной стороны, мы понимали, да, что проект, он такой социально сенситив, да, то есть он затрагивает многих людей, да, и будет к нему, вот, возможно, такие выпады, да, мы, конечно, не ожидали, что на базе этих выпадов тут к нам прибегут там со всех сторон проверяющие и начнут там вытряхивать все подряд, значит, ну, ну, наверное, вот так, да, поэтому, если прямой ответ, то, значит, мы говорим о разных вещах, абсолютно о разных вещах, и сравнивать их, да, значит, ну, ну, просто бессмысленно, да, значит, айфон, это айфон, вот, значит, там, этот принтер там или компостер, который, это компостер, вот, поэтому стоит столько, сколько стоит, мы его там закупали, да, все, более того, я даже в какой-то момент, чтобы не было, я же говорю, и в рамках там тенденции, значит, сказал, что давайте мы перестаем закупать, кому-то надо, ну, вот, пусть идет там к этим там полякам или кому-то закупает там, хоть там за бесплатно, значит, и все, ну, в общем-то, оказалось, что это там не получается, в итоге, поскольку, опять же, у нас есть обязательства, вынуждены были вернуться, несмотря на потенциальные высказывания кого-то, я еще раз говорю, в основном это вот безграмотности, да, и все. Я не могу не спросить про август 16-го года, когда вы сказали, что к нашим компаниям действительно есть вопросы, в частности, корректности уплаты налогов. Что тогда случилось? Ну, во-первых, значит, я это говорил на нашем внутреннем портале, значит, это как утечка информации уже пошла в интернет. Вы знаете, значит, ну, во-первых, у меня есть обещание, значит, не комментировать эту ситуацию там в СМИ, да, раз это пойдет в интернет, это уже открытая информация. Поэтому, раз такие обещания были даны, значит, наверное, их надо выполнять. Поэтому, ну, чтобы как-то ответить на вопрос, да, значит, я, наверное, отвечу так, да, что у нас, к сожалению, к сожалению, существуют люди в Белоруссии, да, которые живут в рамках парадигмы, что страна должна богатеть со штрафов, да, и, как бы, попытки донести, что вырученные какие-то деньги оборачиваются большими потерями для того же государства, да, но, к сожалению, они не всегда находят, так сказать, понимание. Вот. А там применительно к нам, ну, могу так сказать, что в такой ситуации могла оказаться абсолютно любая компания. Это точно. Абсолютно. Почему мы, ну, у меня есть определенные соображения на этот счет, да, но давайте так, чтобы ответить, ну, будем считать, что нам не повезло. Это было шоком? Ну, как шоком? Ну, конечно, это было неожиданностью, да, это было неожиданностью. Но я еще раз говорю, что поскольку это любые могли, значит, оказаться, поэтому, ну, была такая ситуация, да. Ну, самое главное, я еще раз говорю, что, да, это, конечно, такие вещи бесследно не проходят, но самое главное, что это никак на наших сотрудниках, ну, практически там не отразилось. То есть мы не понесли никаких кадровых потерь. Вот это вот, пожалуй, главный результат этой, как бы, истории, ну, а остальное оно такое, чем нарастет. А кто-то помог, чтобы это все закончилось цивилизованно? Ну, что значит, кто-то. У нас, как бы, один человек принимает решение. Поэтому нет, ну, это все закончилось, да, как закончилось. Если вы имеете в виду, что кто-то там неформально, нет, конечно, нет. Все шло процедурно, и, значит, ну, как бы так, по понятиям. У вас есть биткоины? Нет. Нет, и даже не было желания там приобретать. Вообще рождение биткоинов, а, ну, это близ, да? Да, ну, близ, хорошо. Сколько у вас непрочитанных писем? Много. Много, к сожалению, много. Но тоже ситуация такая, что я многие письма, как бы, получаю в копии. Значит, не все адресованы мне. Поэтому некоторые письма, и я вот, как бы, пытаюсь объяснить, что я даже не все письма, которые мне приходят, читаю. Вы дружите с кем-то из государственных служащих? Да. Кто из них друг IT? Ну, друг IT. Значит, ну, вообще, да, народ в основном, когда общаешься в разумные, все прекрасно понимают, что IT – это, так сказать, единственный способ, вообще говоря, удержать эффективность тех процессов, которые на сегодняшний день, отражать те вызовы, которые возникают, да? Уже невозможно просто без IT все это делать. Поэтому, значит, понимание практически всегда находишь. Другое дело, не всегда удается найти решение каких-то вопросов, да? Значит, вроде все понимают, вроде все согласны, а, значит, вопросы висят, и, бывает, висят достаточно долго. Три секси-вещи про Айбией. Что-что? Три секси-вещи про Айбией. Секси-вещи? Мамма мия. Даже, даже, даже не знаю. Наверное. В тупик поставил, да. А лучший отдых – это? Ну, для меня лучший отдых – это охота. Я увлекаюсь охотой. Кстати, для меня это не только отдых, но и познание страны. Значит, я через охоту очень многие страны узнаю. И это для меня самое такое приятное. Ваш главный трофей? На охоте? Ну, у меня так получилось, что в последнее время я охочусь на крокодилов. И вот крокодилы там. Последний, вот, самый крупный в Австралии, да, был. На какой машине ездите? Ну, Вольво видели там внизу, да. В Праге тоже Вольво. Это XC90? Здесь XC90, а в Праге гибрид. Значит, я немножко такой сторонник электрификации транспорта, да. И, в общем, там гибридная автомобиль. Айфон или Андроид? Вообще, все время был, значит, айфон, но слишком долго они как-то не переходили на двухсимочные аппараты. А потребность была, и лучше носить как бы два телефона, чем четыре. Поэтому в какой-то момент я вот перешел на Андроид. И вот уже последние годы, вот с появления многосимочных аппаратов у меня Андроид. Три героя белорусского IT? Ну, вы знаете, я бы назвал Мандрика. Значит, знаете, о ком я говорю? Ну, вот видите, ну, программисты наверняка его знают. Многолетний декан ФПМ, наверное, больше 20 лет. Я с большим уважением к своей альмаматоре. И, конечно, это сейчас ГУИР основной поставщик кадров для программирования. Это, в общем-то, человек, действительно увлеченный человек, увлеченный подготовкой, увлеченный развитием, вот, IT-экспертизы в стране, да. Он очень гордится своими учениками по всему миру, справедливо гордится. Наверное, он цыпкало. Я бы сказал, цыпкало. Почему? Потому что, все-таки, хотя он человек, как бы, не совсем из IT, да, но я думаю, что если бы Валерия, как бы, вот, не увлек этот проект ПВТ, да, то, скорее всего, его бы не было. Ну, вот, мы тут уже несколько раз Аркадия упоминали, да, все-таки. Наверное, его там все упоминают, скорее всего. Вот. Но я бы немножко, как бы, с другой стороны, что действительно, вот, он целенаправленно шел к тому, что он сделал, да. То есть это не то, что так вот получилось, потому что получилось, да. То есть он 25 лет назад хотел именно сделать то, что он в итоге сделал, да. Да, это, конечно, дорогого стоит, да, то есть это... Действительно, он показал, сейчас много очень последователей, да, именно в бизнесе, я не имею в виду войти, да, именно в бизнесе очень много последователей. Последний фильм, который смотрели? Последний фильм, который смотрел? Что-то в самолете смотрел. Где-то, 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 я сейчас даже не вспомню, но, наверное, с детства он Оскар получал, да, это вот это... Про сумасшедшего хлопца, который там в двух реалиях жил, да, значит, тоже математик. Ну, в основном, конечно, если я смотрю, говорю, вот летишь там, и, и, и. Поэтому я такой телезритель относительный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!